уважаемые коллеги добрый день вас приветствует брокерская компания kit finance меня не слышно а вроде вроде есть звук нет есть это значит у тебя надо покрутить ролик на твоем этом самом микрофоне доброе утро смысле добрый вечер вас приветствует брокерская компания kit finance меня зовут василий бекенко рядом со мной дмитрий шагардин и мы начинаем видео брифинг five o'clock на котором будем подводить подводить предварительные итоги сегодняшнего дня и посмотрим как у нас откроется соединенные штаты америки как а куда куда пойдут рынки в ожидании выступления обама по поводу его предложение конгрессу напоминаю что five o'clock это последний из видео брифингов которые мы подготовили для вас сегодня но завтра мы продолжаем работать в тот же напряженном режиме с 9 45 у нас соответственно выходит видео брифинг эспресса далее видео брифинг не так страшен чарт или набили его расскажет о своем техническим взгляде на текущую ситуацию далее в 12 часов видео брифинг эспресс фрэш и в пять часов будем подводить итоги вторника вот такой план работы на завтрашний день и сейчас самое время переходить к терминалу bloomberg для того чтобы обсудить где нужно ожидать рынке далее слово надо передать дмитрию а для этого надо ему передать микрофон да дмитрий надеюсь тебя сейчас будет слышно не слышно тебя дмитрий а так слышно да все хорошо всем добрый вечер и напомню что к нам еще вечером сегодня подключится во второй половине нашего брифинга олег рот начальник отдела инвестиционного конструктирования нашей брокерской компании ну это будет во второй половине сейчас давайте пробежимся по мировым рынком по основным площадкам биржевым и проанализируем ситуацию раскладываться на текущий момент европа как мы видим снижается на 2,7 днем динамика была чуть получше мы видели подрастали чуть 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 подрастали фондовые индексы европейские но затем где-то уже после трех часов по московскому времени ситуация изменилась и сейчас мы опять где-то недалеко от дневных минимумов на самом деле находимся по основным европейским индексом и в общем то здесь ситуация по-прежнему остается напряженной в общем то так вернулись с обеда европейцы и опять решили распродать свои рынки хуже всех себя чувствует как мы видим у нас немцы минус 2,7 процента по индексу да к немецкому и по соответственно по структуре индекса на сводного индекса крупнейших 10 европейских компаний мы видим что нефтегазовый сектор в европе сейчас подвержен наибольшим распродажам финансовый сектор здесь уже в общем то не недалеко зачесался энергетики у нас на втором месте снизу сейчас числятся по походу торгов и фичерсы на американские индексы текущему моменту у нас снижается на проценты 70 здесь относительно здесь относительно динамики которая складывалась сегодня внутри так что тут у меня какой-то коллапс маленький на так избранную закрываем соответственно ситуация существенно не изменилась вообще чувствуются на американские индексы по-прежнему серьезное снижение это значит что через полчаса когда стартуют торги у нас в Америке не ожидает нас ничего хорошего соответственно открытие есть такой вот снижающийся канал в течение всего дня если посмотреть график по фичерсу на индексы S&P 500 то увидим картинку следующую в таком более формате если можно сказать историческом то здесь картинка у нас следующим образом если особо не вдаваться подробностей то в таком канале торгуется то есть сейчас фичерс на S&P 500 и оттолкнулись они от верхней границы этого канала и направляется в общем то на юг в своем движении поэтому здесь сигналов хороших пока нет но Василий Правильно сегодня сейчас отметил сделал акцент на том что Обама сегодня будет выступать со своим обращением к конгрессу официальным по поводу соответственно своих пожеланий по рынку труда своих программ и соответственно программ по сокращению дефицита бюджета американского поэтому все может измениться в ходе американской сессии поэтому в общем то ситуация остается такой неровной неравновешенной на рынке нефти продолжается распродажа чуть-чуть усилились по бренду чуть-чуть снизились распродажи по WTI текущей котировки 111.3 по бренду котировки бренд и по WTI 86.89 здесь ситуация более-менее спокойно складывается давайте на график бренда посмотрим в более приближенном формате и увидим с Вами следующую климку здесь вот так ну соответственно внутридневная динамика мы видим такая относительно неровная утром с ГЭПом вниз мы открылись далее протестировали 119 долларов за бочку по БО бренду и сейчас снова уходим к минимум дневным соответственно по этой марке соответственно и поддержку российскому рынку здесь ждать никакой сегодня не стоит и в более долгосрочном графике на дневном давайте обратим внимание здесь тоже ситуация более-менее складывается там предсказуемое мы отталкиваемся вверх вниз точнее отталкиваемся от верхней границы канала нисходящего который берет свое начало еще с апрельских максимумов экспирация по фьючерсам сумела увести в прошлый четверг котировки в район 117 долларов но это лишь фактор соответственно экспирации был мы помним что на следующий день котировки открылись где-то с полтора процента никакого вниз и мы вернулись в своем движении к этому к верхней границе соответственно этого нисходящего канала по нефти и успешно отталкиваемся вниз поэтому поддержки со стороны рынка нефти пока о поддержке со стороны рынка нефти пока говорить не приходится вот такая картинка и в завершении в завершении по рынкам ситуация с валютным рынком мы видим тоже ухудшилось относительно в общем то сегодняшнего утра отношения сегодняшнего дня евро теряет уже процент хотя снижался где-то днем на 0,8 динамика такая негативная усилилась ну и в общем то мы видим что доллар лишний раз укрепил свои позиции против основных мировых валют здесь в общем то без каких-либо особых идей все все эти тенденции которые зародились сегодня еще утром соответственно они продолжаются и к текущему моменту действительно длится без особых идей и чтобы не забыть Василия попрошу тебя напомни мне про рубль чтобы мы тоже заикнулись потом про российские рубль ситуацию графики посмотрим а то я могу забыть ну естественно комический календарь на сегодняшний день у нас довольно пустой и самое интересное нас может ждать сегодня в 6 часов ну относительно интересно это первые звоночки с рынка с рынка жилья я напомню что первая половина этой недели связана с данными по американскому рынку жилья и еще раз наверное повторимся немножко с Василием про календарик и давай Василий вкратце еще раз наши ожидания на первую половинку озвучим да сегодня такой дебют американского рынка жилья далее у нас во вторник выходят заявки на новое строительство и собственно новостройки количество новостройок в Соединенных Штатах и соответственно в среду продажи на вторичном рынке жилья кому интересно можете посмотреть у нас в записи фреш мы обсуждали чуть более подробно эту ситуацию здесь ну скажу только одно что у нас сейчас наблюдается некоторый разворот в худшую сторону по рынку жилья в связи с тем что летом у нас поддерживал рынок законодательным образом американские собственно конгрессмены и законодательные власти штатов тем что немного усложнили процедуру отъема залогов у неплатежеспособных заемщиков и соответственно поток залогов был сокращен в июне и июле и вот сейчас в августе судя по всему этот поток возвращается по предварительным данным на 7 процентов выросли продажи distressed sales что называется по-американски и соответственно это будет как отражаться это будет отражаться каким-то небольшим плюсом в продажах на первичном рынке жилья с одной стороны это конечно хорошо но с другой стороны это будет вести к снижению цен на рынке недвижимости что конечно неприятно и снижает совокупное благосостояние американцев и соответственно будет давить на деловую активность которую показывает в том числе сегодняшний индекс так что тут есть факторы и в другую сторону но в положительную сторону достаточно краткосрочные а негативные это такие среднесрочные факторы и в общем данные с рынка недвижимости не будут радовать скорее всего там есть еще факторы связанные с ураганом но это тоже такой скорее скорее временный фактор временное оживление сектора а так в принципе ситуация продолжает оставаться сложной если не ухудшающейся если смотреть на краткосрочной перспективе вот ну и если продолжать про календарь это конечно выступление на котором он должен высказать уже в официальной форме все свои предложения для сената по поводу тех мер по сокращению дефицита бюджета которые конгресс должен принять до конца декабря если я понимаю правильно понимаю там 23 декабря дедлайн по этим всем решениям для конгресса и соответственно там будет и правило Баффета и другие меры направленные на как поиск источников финансирования так и способы потратить эти деньги то есть сейчас в америке начинается новая битва новая битва и это битва за избирателей то есть это уже приближающиеся всплески всполохи предшествующие президентской кампании в соединенных штатах да ну и соответственно напомним завтра стартует двудневное заседание федрезерва соответственно я напомню что это заседание продлится два дня хотя должно оно обычно длиться всего лишь один день и сообщил что так как фрс не может пока договориться по поводу новых стимулирующих мер для поднятия экономики из руин соответственно тех которых оказалось сейчас эти споры привели якобы к тому что заседание продлится два дня и соответственно только в среду в 22.15 московском времени в прямом эфире мы сможем узнать о том что предпринимает федеральный резервный федрезерв соответственно для какие меры примет для соответственно возобновления темпов роста экономики и вообще какие-то меры монетарные сможет нам применить соответственно подробнее об этих мерах мы и завтра обсудим в нашем брифинге фреш я напомню пока что это три возможностях варианта которые фрс сейчас обсуждает активно соответственно о нем говорил в последних релизах говорилось первое это соответственно операция твист это соответственно переход из бумаг краткосрочных бумаг долгосрочные это мы тоже завтра обсудим соответственно второй вариант это какая-либо форма новая программа количественных смещений то есть опять залив рынок рынка ликвидностью и третий вариант это понижение ставок на соответственно депозитах которые держат коммерческие банки на счетах фрс вот эти три варианта рассматриваются соответственно в какой-то пропорции определенной соответственно ожидается и принятие непринятие того либо иного пакета мер но пока операция твист так называемый это самый ожидаемый соответственно самые ожидаемые меры от фрс об этом подробнее мы завтра обсудим соответственно по каждому конкретному пункту пробежимся и вам постараемся показать что это наглядно что это такое себе представляет вот такая ситуация сложилась и пока не забыли вкратце хотелось бы поговорить о российском рубле на ваших экранах сейчас дневной дневная динамика дневной график по российскому рублю против американской валюты и здесь мы наблюдаем к сожалению не очень приятные моменты связанные с ослаблением резким очень ослаблением по российскому рублю мы видим что с начала августа российская валюта против американского доллара уже отступила на почти на 13,5% и текущий курс рубля против американского доллара является минимальным с начала этого года то есть минимальным в 2011 году мы видим что соответственно эти уровни были приблизительно эти же уровни были у нас в начале января при том что нефть в январе стоила напомню по бренду котировки нефти выросли с начала года где-то до на 17% нефть стоила по бренду в районе 90 долларов за баррель весь этот год она держалась в общем-то в районе от 110 до 120 ну и текущей котировки мы знаем сейчас с вами ну давайте условно 110 напишем долларов плюс почти 20% по нефти вот и наблюдаем вот такую вот очень неприятную динамику с чем связана эта динамика ну соответственно пока мы это можем интерпретировать только терминами вывод капитала из России соответственно даже при том что падает евро на валютном рынке не важно соответственно рынок рубль ослабляется и против доллара и против евро очень серьезно это нам говорит о том что действительно какие-то структуры либо кто-то выводит активно капиталы из России ну я склонен это связано с тем что соответственно долговые проблемы в Европе точнее проблемы с ликвидностью которые мы сейчас проведем как того это